Жизнь человека похожа на плавающий парусник, встречающий на своем пути большие волны, которые стремятся поглотить, опрокинуть его. Если же парусник сможет преодолеть эти волны, он достигнет своего желанного берега. Сколько же нужно сил, энергии, воли, таланта, терпения, чтобы человеку достичь своей заветной цели? По дороге к ней бывают и находки, и потери. Эта дорога никогда не бывает гладкой, без рытвин и зьянов. Но если человек не останавливается перед ними, не застывает на одном месте, то и будущее тоже делает шаг навстречу этому сильному человеку. Не зря говорят в народе, к чему стремишься, к тебе повернется. Учизуку, а чу знакуит. Надо сказать, что даже в самые тяжелые времена для Абхазии, удалось сохранить и обеспечить развитие педагогического и научного потенциала, что позволяет сегодня обеспечить науку на мировом уровне Абхазского государственного университета. И это понимают и признают. И множество выпускников сегодня теми, кем может быть гордиться страна. И они определяют сегодня социально-экономическое развитие страны. Ими можно гордиться, ими гордятся, и мы ими гордимся. Особые, дружеские, особенно братские отношения связывают наш университет с Абхазским государственным университетом. Нам тоже в этом году 85 лет. И это говорит, что исторические судьбы наших народов они близки и шли, наверное, под какими-то параллельными такими путями. И фактически на всех мероприятиях, которые проходят в Абхазском государственном университете, участвуют наши ученые, участвуют наши студенты, мы часто встречаемся, обсуждаем. И это дает тоже свой положительный результат для нас и для развития Абхазского государственного университета. Надо заметить, что эти отношения, они только развиваются, они укрепляются. Надеюсь, и в дальнейшем тоже будут дальше так же и развиваться. В послевоенные тяжелые времена, наверное, немногие верили, что университет может так быстро, в короткое время возродиться. Верил, наверное, в первую очередь Олег Алексеевич. Я был там, когда университет перешел в новый корпус. Ну, это было похоже, честно говоря, конечно, не на университет, где окон не было, где паркета не было, можно было ходить и спотыкаться. Да, люди рождаются великими, но только труд способен высветить это величие, а оно, в свою очередь, дает возможность выстоять перед трудностями. Конечно, чего-то не хватает, то, что касается материальной базы или то-то, но проводили эти и международные молодежные форумы, и международные научные конференции на высочайшем уровне. Конечно же, это и праздник для Абхазии, для всех нас, и в первую очередь это праздник для Олега Алексеевича, который столько труда вложил в восстановление и развитие современного состояния университета. Да, и сам он неординарный человек. Это первый человек с ученой степенью по физико-математическим наукам, первый математик. Человек, который сам себя сделал, человек, который сегодня известен не только у нас на Кавказе или только в Абхазии, и в России, и за рубежом. Одно только перечисление его титулов, где он только состоит и в клубе в Оксфорде, и во всех остальных. Это многого занимает. И при всем этом, насколько я себе могу это по своим наблюдениям судить, при всем при этом человек остается довольно простым, доступным. Человеком, с которым можно спорить, можно беседовать, сидеть за столом и получать удовольствие. Ученый, известный во многих странах мира, автор более ста научных работ в области современной алгебры, ректор Абхазского государственного университета, академик Академии наук Абхазии и ряда международных академий наук, кавалер ордена имени Ломоносова Олегу Алексеевичу Квараме, занимается наукой со студенческой скамьи и не прекращал ее ни в военное, ни в послевоенное время. Несмотря на активное участие в политической жизни республики, естественную занятость, связанную с руководством нашего университета, непрерывную педагогическую деятельность, он всегда находит время для участия в международных математических конференциях, симпозиумах, семинарах. Абхазский университет, я считаю, является таким же государствообразующим элементом государственности Абхазии, как все остальные институты, президент, парламент, вооруженные силы, потому что университет и студенты, которые будут выходить из этого, стены этого университета, это будущее Абхазии. С Абхазским университетом у меня давние связи, еще будучи студентом, мы подружились с Ливаном Микао, и у нас еще до войны был ряд проектов по укреплению связей между студенческой молодежью Северо-Кавказских республик. Я помню статистику советского периода, тогда вела статистика по национальностям, проживающим в Советском Союзе. Я хорошо запомнил, что по числу населения того или иного народа, на душу населения, количество людей с высшим образованием, Абхазы занимали одно из первых мест в Советском Союзе. Это я хорошо помню. То есть вот это стремление к знаниям, к высшему образованию, оно всегда присутствовало в абхазском народе, всегда поощрялось. И не случайно, что вот накануне вот этих событий, в 92-го года, в советский период, в Абхазии была очень мощная интеллигенция, и количественная, и качественная. И именно она, на мой взгляд, сыграла позитивную роль именно в идеологической подготовке, в реализации вот этого абхазского проекта. Поэтому я считаю, и сейчас, и в наше время нельзя идти по инерции, а именно надо, чтобы этот уровень повышался и в гуманитарной науке, и в других. То есть нужно находиться всегда в тонусе, всегда находиться на уровне мировой науки. Но для этого нужны кадры, и я думаю, абхазское руководство, интеллигенция понимает, что без молодежи, без будущего, без образованной молодежи нет будущего у республики. КОНЕЦ 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 Абхазский государственный университет сегодня любим не только в Абхазии, но и в Адыгее, и в Адыгейском государственном университете, на Северном Кавказе, во всей России, да и многие зарубежные университеты знают непонаслышке Абхазском государственном университете. И поэтому мы с радостью отмечаем вместе с вами эту дату. За 85 лет Абхазский университет достиг больших успехов, имеет высокий рейтинг, выполняет в семье университетов России и мира очень важные задачи, которые необходимы для всех. Я с большим удовольствием поздравляю всю Абхазию с таким высоким событием. Я убежден в том, что во главе с таким прекрасным ректором, очень авторитетным, очень влиятельным, преданным своему делу, любящим свой университет, профессором Гораном Олегом Алексеевичем, и дальше мы будем с большим удовольствием наблюдать за успехами университета. Я очень горжусь тем, что являюсь почетным доктором Абхазского университета. И я поэтому чувствую себя причастным ко всему тому, что происходит в университете. И Олег Алексеевич тоже удостоен звания почетным доктором Абхазского государственного университета. И это еще больше скрепляет узы дружбы между нашими университетами. Трудно переоценить роль Абхазского университета в жизни абхазского народа. Я думаю, что республика Абхазия будет существовать вечно, поскольку вечным будет Абхазский государственный университет. 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 ПЕСНЯ Обращаясь к молодым, я хочу пожелать каждому, чтобы у них были наставники в жизни, вот такие, какие были у меня. Еще в студенческие годы я стал заниматься теорией групп под руководством профессора Куликова Леонида Яковлевича. Даже выступил на всесоюзной конференции, в первые годы аспирантуры выступил на Всемирном конгрессе математиков. Затем от теории групп я перешел в теорию квазигрупп. И вот этот перевод осуществил известнейший алгебраист Валентин Данилович Белоусов из Кишинева. Вот фактически вся моя научная жизнь вокруг теории квазигрупп. В те тяжелые времена для Республики Абхазия коллектив университета принимал самое активное участие во всех мероприятиях, проводимых в поддержку братского абхазского народа. Эти отношения получили новый импульс развития в сентябре 2013 года, когда между Абхазским государственным университетом и Кабырно-Балгарским государственным аграрным университетом имени Валерия Мухамедовича Колкова был подписан договор о научно-образовательном культурном сотрудничестве. В рамках реализации этого договора были проведены широкомасштабные мероприятия. Отмечу некоторые из них. Это и совместные научно-практические конференции, это совместное выполнение научно-исследовательских работ по гранту РФФИ, вот уже второй год, феномену устойчивого развития и саморазвития территории. Выполняется грантовая работа учеными нашего университета и Абхазского государственного университета. В ноябре 2014 года по инициативе общественности Республики Абхазии, Кабардино-Балгарии, наших университетов, правительства, был открыт культурный центр Абхазии при культурном фонде Кабардино-Балгарии. Так, в прошлом году солидная делегация студенчества Абхазского государственного университета с преподавателями проходила учебную практику на базе нашего университета, а также на наиболее высокотехнологичных современных предприятиях Кабардино-Балгарии. Все эти мероприятия мы расцениваем как знак и основа нашего дальнейшего тесного сотрудничества и взаимодействия и продолжаем те добрые традиции, отношения братской, которые были заложены предыдущими поколениями жителей наших братских народов. И я думаю, что вот такое тесное общение между студенчеством наших университетов, культурное, научно-образовательное сотрудничество между сотрудниками двух высших учебных заведений Кабардино-Балгарии и Республики Абхазии будет хорошим залогом для дальнейшего процветания наших университетов и сближения последующих поколений жителей Абхазии и Кабардино-Балгарии. И пользуясь случаем хочу подчеркнуть, что все эти инициативы и мероприятия проводились именно при поддержке, в основном по инициативе академика-ректора Абхазского государственного университета Олегу Алексеевичу. Хочу поздравить вас, Олегу Алексеевичу, веренный вам вуз, коллектив, студенчество с знаменательным юбилеем 85-летием со дня образования и пожелать доброго здоровья всем, благополучия, мира и процветания Братскому Абхазскому государственному университету и всему народу Республики Абхазии. Как никогда для еще большего сплочения нам необходимо знать о судьбе каждого, где бы он ни был, чем бы он ни занимался. Мы должны знать правду, кто есть кто, помочь им, направить, поправить, если это возможно. Это значит помочь нашему общему делу сегодня, и что не менее важно, завтра, когда наступят дни мирного созидания. И до войны, и особенно в период войны, мы узнали, сколько у нас друзей во всех точках земного шара. Ну, естественно, северокавказские вузы помогут нам, естественно, в Москве, в Санкт-Петербурге у нас хорошие прочные связи. Мы же тоже в свое время чем могли, тоже помогали. А сейчас, когда у нас такая трагедия, нам помогут. Я уже об этом говорил, и у меня полная надежда на то, что университет будет восстановлен и быть может даже в еще более лучших масштабах, чем это было до войны. Олег Алексеевич, ари юбилея Аталу, а университет, и лах, ари субы то весги, взиращи то, абсулака, абсуха, абса, певшрупхена, черда тусур дырана, черда ауи а, ауи ацинскоза, ауи ацинскоза, студентка рыхездрахена, рэнхар и аддергалуна, Продолжение следует... 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 И я была просто тронута этой встречей, столько было эмоций, так было всё искренне. И я увидела, в каком прекрасном месте находится этот университет. Вот хотелось бы в год, в юбилейный год для этого университета, поздравить искренне моих коллег, друзей, всех студентов, и каждому из них пожелать, чтобы вот эта красота природная, которая окружает университет, вошла в каждую жизнь, чтобы она определила ваше будущее, в котором я уверена. Вас ожидает прекрасное будущее с таком прекрасном месте, с такими замечательными педагогами, которых я видела. У меня очень много друзей, коллег в Абхазии. Я каждому из них желаю огромных творческих успехов, крепкого здоровья, удачи. И хотелось бы, конечно, объединения наших усилий, потому что и адыги, и абхазы выросли в единой культурной среде. У нас все было общим. И если мы объединим наши усилия в культуре, в литературе, в искусстве, мы достигнем, конечно, гораздо больших результатов. В 89-м году он послужил университет детонартовым событиям, приведших к кровавым столкновениям. Университет разделился. И вот война. И снова огромные потери. И в людях, кадрах, и в материальной базе. И снова мы недосчитываемся примерно одной трети от того, что было на 14 августа 92-го года. Я, будучи в университете, видел молодых людей, преподавателей, ученых из Ростова, Краснодара. Молодые люди проходили стажировку на ваших кафедрах, выступали с научными докладами. И это говорит о том, что Абхазский государственный университет – это центр творчества, науки, культуры не только в рамках Абхазского государства, но и далеко за пределами Абхазии. Что, на мой взгляд, очень важно. Что касается ваших выпускников, то такие выпускники, как общенациональный герой Абхазии, основатель Абхазского государства Ардзимба Владислав Григорьевич – автор всемирно известного романа «Последний из ушедших Багарат Шинкуба» и многие другие выпускники вашего вуза, которые работают не только в Абхазии, но и далеко за пределами Абхазии, это действительно люди, которыми можно гордиться. Владислав Югравгет, Идгылы, Адзюкепш, Харубрях Тахубеша, Даарадза, Аусултоп, Абрях коллектив Геналадзана, Яхбархагу, Макунаскяханьяхара. Дорогой Олег Алексеевич, вас, ваше имя знают в Кабардино-Балкарии, вы очень уважаемый, почитаемый человек для нашей республики. Благодаря вашему энтузиазму, благодаря вашему вниманию наладилось сотрудничество между нашими университетами. В настоящее время идет сотрудничество и между преподавателями, и между аспирантами, в целом между вузами, по многим вопросам, по многим научным, педагогическим вопросам. Надеюсь, что и в дальнейшем это сотрудничество будет усиливаться, углубляться. Нужно отметить, что Олегу Гварами один из ведущих ученых в области теории квазигрупп. Интерес к квазигруппам у Олегу Алексеевича никогда не иссякнет. Он по-прежнему увлечен ими. Результаты его исследований по квазигруппам ценятся во всем мире. Безусловно, Абхазский государственный университет является кузнецей кадров для Абхазии. И в течение уже достаточно долгого времени его возглавляет Олег Алексеевич Гварамия. Он преподавал в Германии. Знаю, что его и научные познания, и организаторские возможности очень, как говорится, вовремя пришло то время, когда он мог их реализовать, находясь на посту ректора Абхазского государственного университета. Я с ним общался, я с ним его знаю хорошо. Это очень такой доступный, приятный в обращении человек, с которым просто не... Интересно даже просто поговорить. Я у него бывал неоднократно, и я знаю, какую он помощь оказывал тем ребятам из Адыгей, которые поступали в Абхазский государственный университет. Находиться на таком посту столь долгое время, это означает, прежде всего, доверие, которое ему оказывает и правительство Абхазии, и, конечно, абхазский народ. Я хочу поздравить Олега Агварамия, весь преподавательский состав, студентов университета с юбилеем, пожелать еще больших творческих успехов и студентам отличного еще университета. В Адыгской международной академии наук президент этой академии Адам Нахушев высоко отзывался об одной из теорем Академика Агварамия. Выдающаяся личность, выдающаяся математика. Я верю Олегу Агварамию. Очень оригинальную теорему он доказал. Понимаете, будучи ректором, так занятым очень, еще получать такие глубокие результаты. Я таких людей люблю. И вообще во главе университетов должны стоять высокие классы ученые. Университет Абхазский заслужил своей работой, подготовкой кадров для себя и в целом для тогдашнего и Советского Союза. Да и сегодня, можно сказать, и России кадры. Наш тогдашний пединститут и ваш университет довольно часто обменивались студентами, принимали участие в научных студенческих конференциях. Убежден, что они были очень полезны. Они укрепляли дружбу между жителями, студентами и будущими специалистами и Абхазии, и Адыгеи. И продолжение таких связей всегда принесет большую пользу. Олег Алексеевичем я знаком с ним. Каждый приезд в Абхазию, почти каждый раз я с ним встречаюсь, я слушаю его выступления. Они всегда, знаете, очень приятно вспоминать об этом человеке. Тем более, он сам крупный ученый, один из лидеров абхазского еда и тогда советской науки в своей отрасли. Мне очень приятно вспоминать о нем. Я выступаю за то, чтобы в Абхазии была национальная идея образования. Понимаете, любое дело, чем бы ты ни занимался, все равно требует что-то выучить, что-то самому сделать, новое внести и так далее. Вот развитие предполагает обязательно образование. В настоящее время народы опережают друг друга только при условии опережения его мышлением. А в центре мышления нации стоит его учебное заведение, школа и высшее учебное заведение. Я счастлив сегодня напомню вам, что я был одним из тех, кто в 1994 году в пустом, полупустом, с выбитыми окнами, пробиваемые ветрами моря и гор, я прочитал полный курс всему набору университета, политологии. Притом, два охранника стояли звуку, я сам был с пистолетом, подарив мне Владиславом Ардзенба. Я помню еще, напомню, какие времена мы преодолели тогда. Очевидно, старшее поколение помнит, что Олег Алексеевич был счастлив, когда в конце семестра он нам выдал заработную плату за весь семестр по тысяче рублей. И мы были тоже рады этому, что Абхазия уже встает с колен, что университет восстанавливается, университет восстановлен. Когда мы говорим о любом учебном заведении, прежде всего, его лицо можно увидеть через его руководителя. Олег Кагварамия, он член Европейского союза лекторов. Это удостаиваться подобной высокой чести единицы. Это ведущие университеты Европы объединены через этот союз, а он член этого союза. Он академия, кроссийская академия естественных наук. Он, кроме того, вот здесь, в нашем университете, мы сотрудничаем с свободным университетом города Берлина. Они знают Олега Кагварамия. А потом я у него спрашивал, почему немцы вас хорошо знают. Оказывается, в Германии наш Олег Алексеевич дал четыре доктора наук по математике. Я не могу назвать никого из ректоров или преподавателей, которые такие вещи могли сотворить в Германии. Он осторожен, он спокоен, он внимателен. Я не могу никак забыть, однажды я ему позвонил, Олег Алексеевич, я должен был с вами встретиться, где я вас смогу найти. Вот мелочи, по мелочам, о человеке можно судить. Он говорит, нет, Юрий Мухаммедович, не так. Вы скажите мне, где я вас найду. И он нашел меня, где там я находился. Вот такое его внимание к людям. И, кроме того, он очень чувствует новое, передовое. В родном университете я одну монографию смог издать за 40 лет работы. А за 6 лет работы в университете Олега издал мне 6 книг. Университет идет в ногу со временем. И это заслуга, прежде всего, его ректора Олега Алексеевича. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам удачи, успехов. Наша молодежь встречается на разных площадках, в разных государствах. В разных университетах. В разных университетах. Выигрывают гранты и ездят вместе. Для меня Абхазия, ну, это не просто вот название страны, название республики. Для меня это гораздо больше. Я еще молодым человеком впервые побывал там и влюбился в эту страну. Это тогда был Советский Союз. Тогда мы все любили друг друга. Да и сейчас любим, наверное. Но это же большое благо, когда есть в стране, в республике, и небольшой стране, и небольшой республике есть свой государственный университет. Олега, ты слышишь меня? Я тебе мой дорогой друг. Мой брат. Мой абхазский брат. Хочу сказать. У тебя все получится. У тебя и получается. Я тебя хочу попросить. Вперед. Вперед и вперед. Ты таким делом занимаешься, боже мой. Молодежь. Она же не брошена на произвол судьбы в Абхазии. В таких руках. Вы дадите им силы, дадите им ум, разум, красоту. Они будут у вас не только говорить, не только танцевать. Петь будут. Ой, я помню ваш хор стариков. Боже мой. Надо восстановить. Будем вместе петь. Я тоже уже старик, поэтому мне очень хорошо будет слава судьбы петь. Я гаудэйру кафазги. Я гаяшайи кафазарги. Зигдарок, учтар, пари ауниверситет. И Милат университет на яму, хоть и сушу. Прекрасно знаем определенный состав аспирантов. Это будущие языковеды, преподаватели филологического факультета. И немножко я знаю, насколько демократичен и добр по отношению, наверное, ко всем сотрудникам, а к студентам уже это точно, ректор вуза Олег Алексеевич. Я это знаю не понаслышке, потому что в НАЧИК очень часто приезжают аспиранты. Это участие в различных конференциях. Это участие в творческих проектах. Само существование данного вуза, солидного, известного в международных научных кругах, оно, конечно, нас вдохновляет. На будущее хочется пожелать, чтобы вокруг данного учебного заведения всегда сохранялась эта аура науки, аура образования, образовательного процесса. И обязательно, кроме своих студентов, к вам приезжали и студенты из разных городов. Глубоко знающий свое дело ученый с мировым именем. Я знаю математическую школу в Араме, знаю, что его формулы до сих пор в научном мире уважают, ценят и являясь, конечно, одновременно ректором Абхазского государственного университета, он вложил всего себя, все свои знания, опыт работы, восстановления и развития Абхазского государственного университета. В 2014 году принят в Оксфордский академический союз, который работает под эгидой Клуба ректоров Европы. А в этом клубе я состою с 2009 года. Это широчайшие возможности для партнерства нашего университета с европейскими университетами. У нас по каждому факультету и по каждой специальности, конечно, будут свои уже соответствующие сегодняшнему дню требования. Вперед, университет! Вперед, Олег Алексеевич! За вами идет молодежь, за вами идет и выше, чем молодежь, и правительство вас поддерживает, и президент всегда поддерживал, кто бы там ни был, потому что вы являетесь в науке как звезда. Мы все знаем, что у вас на груди горит орден европейский, который вы получили за большие заслуги перед европейским клубом математиков. Молодежи, я хотел бы пожелать, ребята, не обращайте внимания на какие политические разговоры, абсолютно ненужные. Вы занимаетесь самым главным, вы учитесь. Вот сделайте все для того, чтобы почувствовать вкус к науке. Уверяю вас, если вы полюбите науку, она тоже вам обязательно ответит взаимностью. Математики – особые люди. Математику нужна идея, а это сфера духовная, не физическая, не материальная. Ему нужно, чтобы пришло вдохновение. Есть у Олега Алексеевича вдохновение, есть опыт, талант, старание, есть надежда. А самое главное – люди, которые его поддерживают, его друзья, коллеги во всем мире, тысячи его студентов и выпускников. А его ученики работают как у нас, так и за рубежом, ведь он читал лекции в 18 университетах мира. Благодаря такому ректору наш университет выжил и успешно развивается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok